здорово детективы ракслер снова с вами мы продолжаем играть murder mystery машин у нас на очереди новое дело в прошлый раз мы получается закрыли убийство политика и сейчас мы будем смотреть следующую миссию давайте сразу без пауз отправляемся на дело так переиграть дело из первого эпизода нет мне нужен вот эпизод 2 а получается 2 3 4 5 6 7 здесь целых 8 эпизодов будет в принципе так что много роликов вас ждет окей сцена 21 городской парк окраина города 1015 о классно кстати это локация ты точно справишься да я же сказал что мы много лет не общались но лоб был полицейским так что мы просто обязаны найти того кто это сделал я слышу что после акулу подался в частные детективы возможно как раз вел какое-то расследование что у нас уже есть свидетели нет тело обнаружил местный бегун хочешь поговорить с ним лучше ты мне надо немного побыть одному давайте осмотримся мне нравится прикольно локация так сделано что даже вот этот некий дымка туман он даже как кубом таким классно найти по получается здесь вот локации миссии как очень такие симпатичные диорамы мне такие штучки привлекают действительно я хочу знаете что может быть сначала тело смотреть давайте попробуем лула пали лула пали частный детектив колотая рана хорошо кей давайте подойдем к этому спортсмену который тело обнаружил подходим и разговариваем с ним я детектив кларк это вы обнаружили жертву до вышел внутреннюю пробежку и он лежал там без движения которым часу вы обнаружили тело около семьи и или да да все сходится я как раз начинаю пробежку в плене 7 в другом конце парка видели кого-нибудь еще кого-нибудь подозрительного нет никого в парке в это время тихо все оживает примерно всем поэтому я люблю приходить пораньше вы бегаете здесь каждое утро стараюсь хотя порой планы приходится менять и не говорите сама каждый день планирую пойти в тренажерный зал целой вечность там не была в этом деле нужна дисциплина вы видели убитого раньше когда бегали по этому маршруту нет сегодня увидел впервые спасибо за помощь следствию питер роуз нашел тело всем 00 поблизости не было никого бегает в каждое утро жертву он не знает хорошо я вижу здесь какая-то ручка с письмом и какой-то пакетик и тут еще мусор некий давайте улики вас поищем посмотрим что нам они могут сказать около 10 00 городской парк у фонтана ага то есть возможно эта записка которая предназначалась этому лопали они с сон с убийцей договорился до встретиться может быть адрес парка встреча в 10 то есть тело лежит примерно всю ночь пролежала но это нужно уже криминалисты должны выяснять то есть время смерти примерные чтобы понять когда его убили и в это время ну искать в общем подозреваемого получше пропал человек помогите найти били били ли 17 лет рост 170 263 рыжие волосы последний раз видели в торговом центре в деловой части города ранним вечером субботу была одета в темные джинсы белую футболку и красную куртку если вы владеете какой-нибудь информации пожалуйста позвоните по телефону три пятерки 0184 джей объявление пропавшим человеке били ли пропавший подросток а хорошо потихонечку в обрастает дело уликами информации маркус ли три пятерки 0173 это что это кто блокнот лу маркус ли номер телефон это кто-то из родственников пропавший вот это девочки так у нас здесь больше ничего нету давайте поговорим с нашим снейтом что по-твоему он делал в парке в это время не похоже что он одет для бега единственный спорт который интересовался лу это ставки ты точно в порядке я могу взять дело на себя я справлюсь судя по месту времени характеру и работ я предположу что у него была тайная встреча с кем-то вероятно с кем-то знакомым возможно у не был никогда лу никогда не было много друзей поэтому не удивлюсь если он был убит кем-то из своих знакомых должно же быть что-то что даст понять почему лу был здесь хорошо хорошо что у нас есть дальше что там у тебя обсудить возможно встречу лу похоже это страница блокнота лопали написано что вчера у него была назначена встреча здесь в 10 вечера встреча с убийцей возможно посмотрим что я еще могу найти хорошо как я понимаю у меня о журнал или что это такой листов какая-то реклама зал игрок автоматов зал игрок автоматов жетон удачи делаю центр два этажа автоматов турниры с денежными призами игры бургеры и газировку ну зачем я же еще не обедал на какие бургеры какая газировка ребят ну чё блин перед записи роликов на себя кушать потому что вот такие вот вещи встречаются и все у меня сразу улетучивается мое сознание куда-то в сторону вкусной еды часы работы понедельник 4 с 10 до 10 5 на воскресенье с 10 до полуночи телефон 3 пятерки на лин 62 приходите играть оставайтесь друзьями окей у нас уже куча разных улик надо пройтись может быть здесь найдется что нибудь еще текущее задание узнать имя самого важного свидетеля ну это который нашел он в принципе просто тело нашел да в общем нам даже игра подсказывает что у нас улик больше никаких сейчас нету поэтому нам нужно уже настраивать связки давайте настраивать связки попробуем надеюсь опыт прошлый прошлого эпизода мне что-то даст я смогу быстрее размышлять и так мне нужен самый важный свидетель питер роуз это у нас бегун жертву не знает адрес парка встреча в 10 расследование так значит с расследованием возможно он встретился вот с этим с маркусом ли потому что он искал наверное объявление о пропажном человеке пропавший подросток расследование возможно он искал да пропавшего подростка я так подозреваю маркус ли был ли он связан вот это по любому кита два родственника адрес зала игровых автоматов открыто с 10 до 10 встреча в 10 то есть возможно кто-то с кем-то договорился после зала встретиться адрес зала реклама зала вот это пока непонятно то есть адрес кто-то оставил записку с маркусом ли может быть и нет лула паля питер роуз адрес парка ну где у нас никакого вопроса не стоит давайте с ней там поговорим сейчас он нам наводку какой-то точно даст что там у тебя я нашла объявление о пропаже человека возможно оно принадлежит лу он же частный детектив и и это все блять что где где что добавилось пропавший подросток ну вот били ли маркус ли а почему вот это у нас не это ничто не дало я что-то не понял подождите подождите питер роуз спасибо за помощь следствию и чё давай иди разговаривай возможно принадлежит ну конечно она ему принадлежит кому счета блять что за тупые эти блин ничего не пойму а это я указал до сюда идти тут к эта могила смотрите в лесу короче нам нужно еще какие-то связки блокнот лу адрес игровых автоматов питер роуз адрес парка не то что с чем я могу связать кто главный самый главный свидетель до маркус ли наверно потому что ну точно не это он-то просто тело нашел давайте давайте короче попробуем почему бы нет да или позитив нет подождите нет есть связи на заключение да у меня два штуки я сделал поэтому в принципе самое логичное тот маркус ли да детективный ранг верно а плюс замечательно это было достаточно легкая эпизод окружной криминальный отдел полис плаза 1200 есть какая-нибудь информация о теле пока нет скоро будут готовы результаты скрытия отлично у нас есть адрес марку соли значит нам туда и надо там что-то про кофе было да я помню что чтобы открыть какой-то костюм нужно во первых по моему каждый интерактив по разу поделать в офисе нужно выпить кофе там чего сколько-то раз тогда у нас возможно костюм откроется давайте попробуем почему бы нет почему бы нет может быть что-то из этих костюмчиков да нам дастся открыть ну давай подруга давай давай у меня нет столько времени чтобы ждать пока ты там стол появился в прошлый раз стала не было вообще еще не что офис стало типа туда немножко подлиннее такое ощущение ящик связки диван на диване она сидела давайте сядем пусть нам это тоже засчитает все пора отправляться на следующее задание сцена 2 2 дом ли дом ли делал центр час дня выглядит не так плохо не похоже на место откуда хочешь избежать думаешь дело самом деле думаю думаешь дело в самом доме они в его жителях найти возможно свидетелей связанных с убийством смотрим по уликам каким-то вещам ну возможно нам потом разрешат здесь осмотреться давайте поговорим сначала с мужичком я детектив кларк это детектив хьюстон спасибо что уделили на время мистер ли что угодно лишь бы вернуть билли мы здесь не совсем изобили лула пали его нашли мертвым сегодня утром лу мертв несчастью да нам нужно задать несколько вопросов о ваших отношениях да конечно когда вы наняли лопалию несколько недель назад один знакомый дал его номер как давно пропала ваша дочь три может четыре недели назад примерно так с ней уже случалось что-то подобное у нее не лучший характер если вы об этом прогуливать школу и тому подобное одни хлопоты совсем не ценит того что я для нее делаю усады услуги детектива недешевым вы где-нибудь работаете сейчас нет потерял работу на заводе несколько месяцев назад сократили непростое было время но все потихоньку налаживается скоро у меня первая рабочая смена на водоочистной станции а это кстати та самая станция которая была в первом эпизоде которую открывал них они поехал открывать этот депутат на которого убили блин будет прикольно здесь есть какая-то общая такая сюжетная короче линия которая потом в итоге приведет к чему-то глобальному блин я бы очень хотел чтобы было они просто эпизодические такие вот расследования спасибо за помощь тут же вот это реклама зала кстати игровых автоматов может быть он но этот дяденька играл там ладно давайте поговорим это жена да наверное я детектив кларк но вы можете называть меня кэсси как вы зовут джейми ее зовут джейми джейми красивые имя не возражаете если задам несколько вопросов я думаю лучше поговорить со мной она сейчас очень подавлена что-то почему-то он не хочет чтобы мы горели женой у нее синяк на лице не очень говорит а это это сестра подождите так это это дочка его ж не до 2 получается хорошо давайте смотреть улики что у нас есть потом будем уже налаживать связи но швайпер сикс но швайпер сикс зазубренный край а чувака убили этого короче у него колотая рана да вот еще какой-то нож кухонный нож он жетон из зал игры автоматов было написано кухонный нож чем убили да получается и где это что за записка неделя 3 300 баксов только наличные лу а это типа короче чек за услуги счет до отлу вот жетоны так что-то уже начинает вырисовываться сейчас будем скоро уже устанавливать связочки давайте пока посмотрим что здесь есть живут они что-то не сильно богато сильно коробках почему не на коробках они только переехали или не наоборот собираются уезжать давайте еще раз попробуем с ним поговорить джейми я могу задать несколько вопросов я же сказал что лучше говорить об этом со мной или же пытаясь выяснить обстоятельства пропажи били она ничего не знает ладно этот хуй короче разговаривать не сильно хочет давайте поговорим с ней там и так какие мысли маркус очень не хотел чтобы мы говорили с джейми я бы сказал что он заботлив отец если бы не синяки на ее лице тоже заметил их ох хотел бы я припечатать к стенке его самого но мы должны быть осторожны согласно нужно поговорить си наедине и выяснить что она знает я нашла жетон из зала игровых автоматов дай угадай из того же зала что и найдено рекламе сомневаюсь что это просто совпадение лу был кем угодно ну уж точно неплохим детективом если мы выясним это то и он тоже вручаюсь а если мы выяснили это твой он тоже значит раз лопали думал что за игровых автоматов важен для поиска били он важен и для нас это недалеко отсюда можно заглянуть хорошо хорошо реклама зала так давайте попробую чё с ним то можно еще раз побазарить или это опять больше с перепалка у меня еще несколько вопросов задавайте спросите ножа красивый у вас нож подарили по случаю отставки вы служили морской пехоте морских котиков легко могло быть только вчера и вы были и вы были в котиках мой отец был но ему не дарили таких подарков этот нож называется вайпер сикс красивый насколько помню у них обычно есть пара хорошая у вас память у меня было 2 что с ним случилось потерялся недавно или может дал кому не помните как давно он пропал не спасибо за помощь ну тут прям очевидно да напрашивается вот прям очевидно напрашивается бывший военный на мели задолжал детективу второй нож пропал как бы в принципе все как-то это достаточно очевидно и слишком сладко складывается не знаю давайте посмотрим маркус налил лу чтобы найти били и счет но это очевидно что по деньгам кухонный нож а тут где-то колотая рана нож вайпер сикс или кухонный нож но вряд ли да то есть он так всего две связки серьезно ну давай посмотрим какие-то скрытые предметы помните там были еще в этих в ачивках но я не понял как их искать ну ладно у него есть армейский но зазубренный нож а рана лопали была с неровным краем что указывает на зазубренное лезвие наподобие лезвия вайпер сикс думаешь это и есть орудие убийства вряд ли он мог быть настолько неосторожен но ножей 2 и 2 пропал мы можем отнести этот лабораторию возможно у нас другой нож но если он из набора так характер повреждения совпадает хорошо давайте давайте поговорим у меня еще несколько вопросов задавайте спросить о счете похоже луж дал оплаты сумма не маленькая как долго он работал на вас ну да иногда мне казалось что он больше заинтересован деньгами чем поиска моей дочери он нашел что-нибудь зацепки местонахождение билли черта с два за две недели содралась меня целое состояние ни за что как его не спрошу отвечал что уже близко за дураками одержал не иначе я кто угодно но ты еще не простофиля так ему и сказал я не собирался платить деньги ни за что как он отреагировал а вы как думаете навешал стрек короба что он напал на след что скоро сделает это это но это все лишь были слова я видел его насквозь или насквозь ну короче скорее всего скорее всего до конфликт возможно на этой почве и возник хорошо мне сейчас по сути нужно установить что кухонный нож почему конфликт из-за расследования где ну в парке наверное вряд ли он его прям тащил мне так кажется что в игровых автоматах во-первых слишком людно во вторых как бы даже если это близко все равно тащить тело потом в парк как-то невыгодно тем более мы нашли записку типа встречаемся в 10 часов парке то есть возможно он после автоматов пошел в парк там они встретились и там он его убил ну это вот если то как выглядит сейчас давайте отправим отчет посмотрим правда или нет неверно попробуйте снова ага окей наша первая ошибка да такая с выводами а что не так то ссора из-за оплаты нам нужно с чем-то связать или что или это имеется ввиду что типа вот это или адрес вам стоит предъявить точно обязательства поставить признать крепляющий улики к выбранному ответу жетоны из зала адрес зала но мы связки то нашли как бы реклама зала счет от лу получается там и сейчас здесь поставим джейми сестра билли говорит неохотно агрессивное поведение так но получается если мы все связки нашли то как бы мне так подождите подождите то есть что неправильно было вот то что я неправильно вот это вот это было ну давайте еще раз попробуем отчет ну да ага сразу рейтинг дерьмо да то есть получается не парк а именно ну ладно пофиг принципе на рейтинг как-то мне особо наплевать мне важен именно сам сюжет что думаешь поэтому по поводу всего этого он явно был настроен против лу не дал сказать истребили ни слова может быть он просто заботливый отец или же он что-то скрывает хочу хочу отправить нож на экспертизу если я права форма лезвия совпадет с формой раны на шее лопали мне нравится что что ты полагаешься на интуицию ага увидим что из этого выйдет зал грех автоматов пойду за и пойду заведу машину уже второе дело здесь а где следующие дела не будут будут расширяться офис что ли получается каждый раз или как берем кофе на полно 10 раз кофе выпить едет уже раза два или три его выпил поэтому нужно короче посмотреть какой костюм нам потом откроется все 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 давай 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 хватит пить кофе и чаи гонять погнали погнали у нас как раз времени еще вот на одну сцену хватит зал игровых автоматов тухло место с кого начнем выбор за тобой о музычка такая сразу прикольная кита люди как обычно странные всякие по поводу улик здесь ничего не понятно о мусорка смотрите о скрытый предмет из эпизода 2 серьезно так она что-то там сети светится блин а чё за херня короче на имейте ввиду что если будете в эту игру потом играть то в общем ищите какие-то скрытые предметы нажимая на все подряд что так вот вроде бы она не светилась я нажал на мусорку она засветилась там кто-то скрытый предмет получите ачивку за это давайте к этой странной женщине окружной криминальный отдел есть минутка что вам нужно я ищу молодую девушку примерно вашего возраста рыжие волосы зовут белили не знаю такую вы точно уверены уверен как это ну ладно ставим это вопросы в подвешенном состоянии продолжаем частный детектив лула пали знаете такого впервые о нем слышу хотите сказать что он никогда не был здесь и не спрашивал о билле хочу сказать что если он и был здесь то никогда не говорил со мной вы закончили да да пока да короче какой-то неразговорчивый сэм или сэм сэм она сэм или сэм польза от нее или от него никакой вроде как какой-то короче андрогинный паренек или андрогинная девушка неизвестно меган мёрфи окружной криминальный отдел есть минутка конечно я разыскиваю девушку примерно вашего возраста рыжие волосы зовут белили не знаю такую а что она сделала она пропала отстойно бытие наверное спросите синяках на шее какой большой синяк не хотите ничего рассказать не горю желанием вы знаете частного детектива по имени лула палия никогда не слышала его имя кажется я выяснил все что нужно значит до свидания это все неразговорчивые охуели нет пользы и ты главным тут же раз сразу связки короче кто-то кого-то здесь видимо запугал либо это чел батя да пришел здесь всем пизды раздал чтобы они не болтали либо еще кто-то замешан дать с админу побазарим детектив кларка окружной криминальный отдел у меня к вам пару вопросов пропавшей девушки одном человек который мог о ней спрашивать валяйте пропавшую девушка зовут белили вы знали ее сюда много детей приходит многие сбегают из дома я не помню большинство из них и не сказала что она сбежала но она же пропала так имя лула пали вам что-нибудь говорит никогда не слышал он мог искать здесь девушку сюда всякий приходит в поисках девушек если вы понимаете о чем я да но эта девушка пропала а он был частным детективом все равно ничего я о нем не слышал он мертв бывает эти жетоны отсюда верно хотите обналичить их мы нашли в доме белили значит она точно здесь когда-то была что же она явно не возвращалась сюда иначе она бы их использовала верно не покидайте пределы штата мистер свой мы еще вернемся блять сука мутные пидорасы все какие-то все короче тут неудобно разговаривают значит улик особо никаких нету да или что я могу посмотреть автомат игровой автомат она ракета это имя записано рекорд игрока били ли хорошо хорошо что здесь есть еще что-то я могу еще посмотреть короче 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 настало время связок настало время связок давайте пробовать джейми ли это 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 джейми ли это по-моему батя да меган мёрфи рекорд игрока жетона из зала встреча в 10 да я понял можно каждый раз на пол экрана вот это блять не выставляли господи да я понял я понял про давай давай исчезай господи долго слишком подсказка так джейм джимс уэйн говорит правду лжет не знает били давайте свяжем вот это и вот это нет ага получается мы связали и рекорд и саму били маркус ли синяки нет джейми ли говорит неохотно связки одна серьезно всего лишь что в этой эпизоде мало связок у меня еще несколько вопросов валяйте на одном из автоматов рекорд поставил игрок били ли должно быть на это ушло несколько часов вы все еще уверены что не видели девушку вы знаете сколько тут автоматов и сколько людей на них играет каждый день я не могу за всем уследить тем более затем кто какой рекорд поставил где вы были прошлой ночью в промежутке между 10 и 10 10 вечера и 10 утра дома смотрел телевизор и спал кто-нибудь может подтвердить это куча детей может подтвердить что это место было закрыто я не об этом я был дома один не покидайте пределы штата мистер свой а причем тут админ то блять что то я понимаю что вырисовывается на некая претензия к этому чуваку но причем тут он то блять что ему кто нас что ему сделать детектив или он или этот дядя его нанял что короче у меня такая дурацкая идея возникла в голове знаете короче некий заговор короче этот админ значит пристает к детям батя этой белели он об этом узнал и пригрозил ему шантажом и сказал типа что детектив мне типа дохуя денег должен поэтому возьми и вот этот нож и убей его например а я типа за это никому не расскажу что типа ты к девочкам маленьким пристаешь а как вам идея охуенно мне кажется детективская уже начинает у меня вырабатываться да я понял свою информацию там просто подсказка давайте смотреть нам же что-то нужно связать или не нужно связать на же тут какие-то связки еще нарисовались или типа подождите а то есть нам нужно предположить что там нам нужно предположить то найти возможного подозреваемого ну короче как я понял джимс уэйн а когда с 10 до 10 плюс как раз там была записка после десяти вечера до встречаемся в парке ну скорее надеюсь что надеюсь что это по-настоящему ну смысле правдиво о верно шикарно я затупил только в прошлом эпизоде так у меня у нас времени еще на одну сцену хватит окружной крыльный отдел 930 утра и так никто не знает не били линии лула палю как удобно как угодно но только неудобно да уж и не для нас точно менеджер зала игровых автоматов что-то скрывает я это знаю давай проверим его прошлое вдруг найдем что-то что позволит надавить на него хорошие новости криминалисты подтвердили что зазубренное лезвие ножа маркуса совпадает с характерами раны лу ура кажется твоя интуиция не подвела возможно стоит доверять ей почаще кстати если вас с одним общим другом нашим нашим слу последнее время дела и вошли не очень не жизнь а бардак он задолжал нескольким букмекером сколько столько что и врагу не пожелаешь известно кому он должен нет стоит еще раз заглянуть к маркуса и узнать побольше о его пропавшем ноже я пропавшей дочери главное докопаться до правды и выяснить почему билли сбежала из дома если выясним от чего она бежала то может быть узнаем куда именно о это что такое пончики класс класс я бы сейчас сам пончик захавал еще смотрите какие аппетитные охренеть блин глазури вот эти просто кайф шоколадные блин за нихуя набросил увидели как ты сучара не это небрежно относишься к подаркам или чё или ты сама их купила кого хуя это кинула пончик это неужительное отношение к еде вкусняшной чтобы ты чё кофе свои три часа пить давай всем я только чисто ради очивки ради костюма пью кофе ваши долгие давай 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 ёб твою мать быстрее быстрее на дело у нас как раз ровно на одну сцену времени let's go let's go уже почти эпизод весь прошли классно за одно видео сцена 24 дом ли деловой центр 11 утра похоже марку похоже маркуса нет дома нет но зато есть джейми поосторожней кэси разве я бываю неосторожно отлично сейчас побазарим с дочкой давайте давайте разговариваем привет вы джейми верно да помните меня едут эти в кларк я говорила с вашим отцом помню не возражаете если я задам вам несколько вопросов обили да ваш отец дома у него сегодня первый день на новой работе ах да на водочесной станции верно о нихуя кажись реально вся заварушка идет к тому что вот тот губернатор который с которым наш этот политик про из прошлого эпизода сражался но смысле боролся за за место будет прикол если он есть главный злодей во всех этих эпизодах и все в ниточки к нему приведут ага как он себя чувствует после того как били сбежала не очень но с ним все будет хорошо у него есть новая работа вы здесь одна да но я не против когда папа работал на автозаводе мы сбили почти постоянно были одни скучаете по сестре да да но она была несчастна здесь каком смысле несчастна они с папой не ладили друг с другом папа изменился когда потерял работу он очень злился но били защищала меня они думали я слишком маленько чтобы все понимать но это не так вы сказали что били защищала вас от чего ничего мне не стоило этого говорить когда вы видели последний раз когда вы последний раз говорили сестрой в день когда она сбежала что она вам сказала прощай спасибо что длили время джейми не за что пожалуйста найдите мою сестру ну короче батя пиздил просто дочь свою поэтому нас ебалась просто просто заебалась получать лилей ну что достаточно прозрачная вещь 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 что мне нужно найдите причину по которой грубо говоря умозаключение 2 срывается на детях синяк на лице но это понятно встреча в парке колотая рана пропавший подросток лопали встреча в парке так у меня с кем диалог открылся ага видим после этого диалога будет 2 связка я могу узнать кое-что еще да могу я узнать откуда на вашем лице синяки и и я упала вы можете быть честны со мной и я ответил вам честно я упала спасибо что длили время джейми не за пожалуйста найдите мою сестру защищала сестру и что у меня еще одна связка да есть джим свейн переживает из-за работы срывается на детях встреча в парке колотая рана пропавший подросток и чем не типа нужно найти связку выяснить что заставила билли уйти выяснить что заставила уйти билли нам нужно для этого для этого для этого нужно найти еще одну связку а какую я могу найти связку переживает из-за работы пропавший подросток защищалась с труп ну и что так встречу блин и что ну пропала но защищала ой нет не то это нет может может нужно что-то найти какие-то еще улики блин я тут ничего такого не вижу ни картины на стенах нам ничего не подскажут здесь цветок подохши телек в принципе ничего такого нету короче нужно связать что-то еще может нет у нас даже нет и этого кружочка с с этим с вопросиком встреча в парке этот переживает синяк на лице защищала сестру срывается на детях нет маркус ли нет блин и чё куда нажимать то дальше вы с этим тоже диалог неактивен без отца она разговорится выяснить что заставила били уйти ну почему ну потому что он пиздит ее вот почему но что и нос переживается за работы и чё ебать пропавший подросток так подождите подождите чё там все как-то неудобно расположена ну полезная информация и что ебать это просто блять подсказки за хуя мне там постоянно об этом говорить господи джимсуэн этот вообще непонятно что здесь то есть у нас это та квадратика типа почему его даже здесь ну как бы типа нету джейми ли маркус ли это типа вот это короче до . да блять или защищала сестру что с чем можно связать колота рано маркус ли умозаключение короче давайте берем подсказку что я не понимаю что нужно сделать а серьезно так я же ходил смотрел какого хуя почему я эту книжку не увидел дневник били блять я все понажимал ничего не нашел 13 октября папа в ярости не может смириться с потерей работы предложила попробовать поискать что-нибудь на полставки но это кажется разлило его еще больше если не буду работать надо сконцентрироваться на учебе хотя в такой обстановке это сложно 18 октября у меня почти нет мотивации даже писать в лом я устала напряжена еще эта обстановка стараюсь не подавать виду ради джейми но это становится все тяжелее 21 октября хорошая новость папа нашел работу открылась новая водоочистная станция и как он сказал ему позвонили раньше всех он начнет работать только через пару недель но это но это перемена которая была так нужна нам всем вечером пойдем в какую-то закупочную в центр чтобы отметить это было ужасно вот тебе перемены ненавижу этот дом 29 октября раньше я мечтала влюбиться в кого-нибудь и сбежать из дома сейчас я бы сбежал с человеком который мне просто нравится папа становится все злее и злее переживаю за джейми пытаясь вмешаться но это только больше злит его может проблема во мне 4 ноября в голове бардак в жизни полный хаос и мне так одиноко не могу говорить джейми об этом не хочу ее грузить полный тлен 7 ноября все я больше не могу это терпеть папа за что-то орал на джейми я сказал одно слово а да но и этот сумасшедший схватил меня за горло мне нужно бежать отсюда 9 ноября это моя последняя запись и она для джейми когда ты прочитаешь это меня здесь уже не будет прости но я не могу оставаться тут ни минуты больше я сопротивлялась желание бежать очень долго по этому что не хотел оставлять тебя одну но мне страшно не за тебя а за себя я ничем не могу помочь только сделаю хуже отец бесится на меня из-за меня с тобой все будет хорошо ты всегда была его любимицей я очень люблю тебя и буду скучать но мне надо бежать отсюда не знаю надолго ли но я обещаю что вернусь за тобой целую били окей ну понятно короче проблемы дома просила прощения у джейми давайте срывается на детях защищала сестру короче поговорим с сестрой и потом конечно же ну как понятно уже связка будет что проблема дома почему ну почему у нас бежала я могу узнать кое-что еще да по вашим словам последнее что вам сказала сестра была прощай я знаю что она оставила для вас запись в своем дневнике я прочитала ее только после того как она ушла но вы знали что она собиралась убежать я знала что она больше не могла здесь оставаться почему вы не убежали с ней потому что я люблю папу и не хочу чтобы он остался один а еще джимми предложил ей где-нибудь пожить поэтому я знала что она будет в порядке джимми это джимс уэйн не знаю били называл его просто джимми спасибо за помощь джимми понятно понятно ладно короче картинка нарисовывается довольно интересно ну в принципе в принципе я мне кажется примерно вот эту схему изложил раньше да про то что типа на возможно батя узнал что она с этим админом тусит там просто непонятно как он возраст он точно старше 20 судя по его мешкам под глазами блять вот так что что-то здесь короче общее точно нарисоваться давайте почему проблемы дома но это сто процентов до верно рейтинг просто пятерочка без плюсиков хорошо хорошо окружен криминальный отдел полис плаза 14 00 от проблем дома это вполне объясняет ее побег да но не объясняет почему тот кому было поручено разыскать ее убит и так мы знаем что убитый кое-кого разыскивал осталось лишь найти девушку и нам известно возможное орудие убийства осталось только найти его и все же прогресс есть мы знаем что били было в зале игру их автоматов и судя по оговорке джимми общалась джимом с военом перед побегом он солгал что вполне логично учитывая его мутное как болото прошлое почему-то я не удивлена что-нибудь стоит отдельного внимания немало учитывая ситуацию увлекательное получается чтиво думаю стоит навестить нашего друга джима еще раз окей в принципе неплохая неплохая такая нарисовывается у нас развязочка короче единственное непонятно действительно ли типа кто убил детектива батя все-таки или или вот этот типа админ из игровых автоматов потому что на него вышел детектив например узнал что он скрывает эту девчонку у себя и получается что для того чтобы грубо говоря батя батя не нашел свою дочь не узнал где она находится он убил короче детектива но почему откуда тогда взялся нож ну в смысле должен же быть второй нож которым убили это детектива да который разыскивал девчонку откуда он тогда у него ну потому что когда девочка бежала из дома она просто один из этих ножей захватила с собой ну да по любой причине там самозащиты либо просто чтобы там в дороге да какой-то ножик подручное средство для чего-либо иметь ну примерно такие у меня предположения посмотрим в следующей серии уже мы будем раскрывать правда это или неправда на этом я думаю что мы будем заканчивать огромное спасибо ребята что посмотрели серии до самого конца не забывайте ставить лайки подписываться нажимать колокольчик чтобы не пропускать новые серии обязательно пишите комментарии и желаю вам всего самого хорошего с вами был ракслер всем пока